Но несмотря на все социальные бунты в Европе, для большинства украинцев за границей это все-таки Эльдорадо. Тысячи наших сограждан стремятся уехать из страны. Кто временно подзаработать денег, кто навсегда. И самое страшное, что из Украины уезжает интеллектуальная элита. Медики, математики, программисты. За годы независимости количество ученых в стране сократилось в три раза. Они стремятся за рубеж за большими деньгами и перспективами. Ведь наше государство их не поддерживает. Как это заниматься наукой в украинских суровых реалиях? История энтузиастов, которые могли бы стать богачами за границей, но остаются на родине. И молодого украинского ученого, который строит успешную карьеру в Кембридже. Материали Евгении Коваленко. Знакомьтесь, это Евгений. Он преподает IT-дисциплины в Национальном авиационном университете. После пар спешит в студенческую лабораторию. Он собрал целую команду молодых изобретателей. В аудитории их пока мало, все на занятиях. Здесь студенты разрабатывают приборы для незрячих людей. Костя паяет платы, его напарник Олег создает сайт проекта. Ну а я, как живчик, им накидаю постоянно какие-то новые задачи, новые идеи. Сказали, хочешь делать, у нас есть детали, есть в интернете опис этого пристроя. Мы даем детали, ты делаешь. Я тогда так загорелся этой идеей, потому что я могу делать что-то большее, чем просто сидеть на парах и писать конспекты. А началось все с международного конкурса. Евгений признается, захотелось победы и славы. Поэтому и создали прибор, который помогает слепым выучить шрифт Брайля. Мы это разработали, привезли до незрячих. И знаете, в тот момент трошки в сведомость повернулось. Я тогда думал, для славы. Там другой свит. Свит людей, которые никому, кроме себя, не нужны. Конкурс изобретателей тогда выиграли. И не один. И вот уже несколько лет молодые разработчики трудятся над тем, чтобы незрячие могли полноценно учиться. Сначала были модели для взрослых, а вот это специально для детей. Университет предоставил им помещение. А оборудование и детали для приборов изобретатели покупают за свои деньги. Так проще. Я с государством не играю в игры. Взагалі. Очікувание денег больше витрачает часу и энергии, чем эти деньги. Пока ты получаешь, то взагалі не то, что потребность проекта может уничтожиться. Взагалі может не будет уже командой, которая будет все работать. Тут у нас стоять два 3D-принтери. Один купленный фабричный, а другой зібранный власноруч. Мы на них друкуємо корпуси под своими пристроями. Мы попросили незрячего человека протестировать изобретение студентов. Василий потерял зрение еще в детстве. Слево вверху. Вот это? Да. Правильно. О. Говорит, приборы действительно эффективные и перспективные. Если это будет в метро, можно даже на каждом станции, если это возможно, это было бы просто мега круто, потому что сам пользуюсь метро. И иногда не хватает понимания, где, какой выход, куда идти. Их уже обещают установить на Харьковском вокзале. Пока ребята выполняют единичные заказы. И мечтают когда-то наладить большое производство. Главное, чтобы им не пришлось уезжать туда, где их мозги будут ценить больше. У нас большинство вузов или факультетов, которые есть в вузах, они создавались под конкретные заводы в Украине. Химики, биохимики, физики, инженеры и так далее. Этих заводов сегодня нет. И тут приходится или уходить из профессии, или покидать страну. В целом, за последние несколько лет за границу уехали почти 2,5 миллиона украинцев. И часть из них это физики, математики, программисты, врачи. Украина теряет интеллектуальный потенциал. За последние 20 лет количество ученых сократилось в стране более чем в три раза. Каждый четвертый украинский ученый готов покинуть родину. Такие данные всеукраинского соцопроса. И причина банальная, низкая зарплата. Это основная, но не единственная беда. Половина интеллектуалов не видят перспектив и не чувствуют государственной поддержки. А многие готовы уйти из науки. Ведь она в Украине при любом правительстве всегда в долгу. Денег на нее выделяют крайне мало. К примеру, в этом году на науку предусмотрели чуть больше 500 миллионов. Но эти деньги не покрывают даже минимальных потребностей. Нужно вдвое больше. Молодые ученые утверждают, единственный способ как-то выжить – участвовать в международных программах. Так поступил и антрополог Тарас Федирко. Сначала выиграл стипендию на учебу в Даримском университете Великобритании. А потом стал научным сотрудником в Кембридже. Он победил на конкурсе и подписал контракт на 4 года. Теперь исследует работу британского парламента. Это материалы, которые я собрал в британском уряде за 7 месяцев, когда там стажировался, проводил исследования в середине. Это нотатки про то, что держслужбовцы делают, говорят, как они выводятся, какие-то схемы встречи их. Показывает свой профиль на странице Кембриджского университета. Раньше он просто зачитывался работами этих профессоров, а сейчас работает вместе с ними. Пока Тарас временно в Киеве. Изучает свободу слова в украинской журналистике. Об Украине у него будет монография и три научные статьи. Говорит, в среднем молодые ученые в Британии получают 1800 фунтов стерлингов. Я, например, в Кембридже не могу дозволить соблюдение квартиры сам. Мне нужно с тремя-четырьми другими людьми вместе вручаться. Но и это гораздо больше того, что он имел бы на родине. В Украине молодой ученый сможет рассчитывать на зарплату 100 долларов в месяц. Я не вижу пока для себя возможности переехать и начать заниматься науковой тут. На ней нужно достаточно много денег для исследований. Инфраструктура гарантий для этого лучше разрушена в Великобритании. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Алексей Шматов. Подробности недели – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok